Здравствуйте! О льготах по имущественным налогам для многодетных семей и предпенсионеров говорим сегодня и о том, какие изменения вступили в силу, начиная с 2020 года. В нашей студии начальник отдела налога, обложения и имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, какие же изменения вступились в силу с 2020 года, на что нам нужно обратить внимание всем налогоплательщикам? Я так думаю, что в первую очередь надо обратить внимание на эти изменения юридическим лицам, потому что с 1 января 2020 года отменяется представление налоговой декларации. За 2019 год декларации представляется в этом году. В следующем году уже налоговые органы будут сами исчислять транспортный налог и земельный налог. Это основное и главное изменение. И юридическим лицам сейчас необходимо произвести сверку с налоговыми органами на предмет наличия земельных участков и транспортных средств, чтобы впоследствии, ну как бы не было сюрприза при получении сообщения о сумках исчисленного налога. Что касается льгот, то во-первых, как понять, что ты можешь претендовать на льготу? Где найти этот перечень льгот и определить сопричастности к ней свою? Ну в первую очередь у нас все льготы размещены на сайте налог.ру в разделе ставки льготы по имущественным налогам. Сзади оттуда можно посмотреть выборы в муниципальное образование, которое к тебе относится, где у тебя находится объект. И можно посмотреть льготы как по транспорту, так и по земле и по имуществу. Кроме того, у нас обширная вообще разъяснительная работа ведется, размещается информация на сайте, проводится разъяснение для налогоплательщиков, то есть информируются налогоплательщики о льготах. Ну у нас основная категория льготников, это конечно пенсионеры. С прошлого года у нас еще добавилась такая категория льгот, как многодетные семьи. Пенсионеры у нас имеют право на льготу по налогу на имущество, это по одному из объектов, это квартира, комната, жилой дом, хозяйственное строение. Многодетные семьи также имеют такие же льготы, как и пенсионеры, но у них дополнительная еще льгота предусмотрена. Для, не облагается налогом на имущество, если многодетная семья принадлежит квартира, это 5 квадратных метров на каждого ребенка и 7 квадратных метров на жилой дом. То есть дополнительно как бы идет, помимо того, что у нас вообще система обложения предусматривает по налогу на имущество 20 квадратных метров с квартиры, это для любых граждан абсолютно, 50 квадратных метров в жилой дом, это тоже абсолютно, то есть необлагаемая налогом площадь объекта. И еще вот льготникам дополнительно 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров в жилой дом на каждого ребенка. То есть льгота на ребенка, а сами несовершеннолетние могут претендовать на льготы? Или это вот как-то в семье многодетной? Нет, это только многодетной семье. Если один несовершеннолетний ребенок у родителей, естественно, если ему принадлежит объект, он платит налог. Как устанавливаются и кто устанавливает вот эти ставки? Могут ли они меняться из года в год, ставки по имущественным налогам? Потому что об этом тоже много говорят, что повышается, повышается. Ставки у нас устанавливаются нашими муниципалитетами. Транспортный налог – это региональный налог, поэтому у нас существует закон Самарской области, который устанавливает ставки по транспортному налогу. А ставки по налогу на имущество, по земельному налогу устанавливаются муниципалитетами. Но исходя из той информации, которая у нас есть, которая размещена на сайте, ставки у нас по жилым объектам – это 0,3% по налогу на имущество. По иным строениям, сооружениям, то есть те объекты, которые не относятся к жилым, 0,5%. И еще хотелось бы сказать, что у нас существует такая категория, как хозяйственное строение помещений и сооружений. Если площадь этого хозяйственного строения составляет менее 50 квадратных метров, то она не облагается, независимо, являющийся льготником или нет. Эти ставки не меняются каждый год или нет? Нет, эти ставки не меняются каждый год. У нас с 1 ноября 2015 года налог на имущество исчисляется, исходя из кадастровой стоимости на территории Самарской области. И ставки по налогу на имущество, по земельному налогу за этот достаточно большой промежуток времени не менялись. У нас есть единственная категория, это объекты, которые включены в перечень формируемых Министерством имущественных отношений. Эти объекты коммерческая недвижимость, по этим объектам ставки менялись. То есть ставка увеличивалась в этом году, она составит 2%. То есть начиналась от 0,9 и в этом году будет 0,2. Есть федеральные, региональные и муниципальные льготы. Да, совершенно верно. Когда налогоплательщик претендует и имеет право и на федеральную, и на региональную, не знаю, как часто такие случаи бывают, и на муниципальную, ему предстоит выбрать что-то одно, либо он получает сразу 2 или 3 льготы? У нас региональный налог, это транспортный налог, и льготы устанавливаны регионом. Налоговым кодексом льготы не предусмотрены, поэтому налогоплательщик, если относится к льготной категории граждан, в частности пенсионеры, опять же, это 50% с транспортного средства мощностью до 100 лошадиных сил. Опять же, многодетное транспортное средство полностью освобождается мощностью до 110 лошадиных сил. И есть у нас местные льготы, местные льготы – это земля и имущество. Ну, вот, например, в Самаре. В Самаре у нас по земле каждый налогоплательщик, являющийся пенсионером, инвалидом, многодетная, опять же, многодетная семья, у них есть такая льгота, как 6 суток. 6 суток, необлагаемые 6 суток. И такая же льгота аналогичная у нас существует в налоговом кодексе. Поэтому льготы плюсуются, то есть если у пенсионера земельный участок больше 6 суток, то ему представляется уже 6 суток, который по местному идет, и плюс 6 суток, который по федеральному. Если у него 2 земельных участка, если он заявил о том, что он хотел и там, и там воспользоваться льготой, соответственно, ему 6 суток там и 6 суток там представляется. Но это не все муниципалитеты, к сожалению, не все, но это уже как бы другая тема. Много таких семей многодетных в Самарской области, которые пользуются льготами, что вам представляли масштаб? Ну, исходя из отчетности, которая была сформирована в прошлом году, у нас где-то чуть более 7 тысяч многодетных семей воспользовались льготой по транспортному налогу и чуть более 4 тысяч по земле и по имуществу. Правильно ли думать так, что чем больше детей в многодетной семье, тем больше вот эта сумма в результате льготы получается или нет? Совершенно правильно, потому что льгота у нас представляется на каждого ребенка. То есть если в многодетной семье, а это семьи, имеющие от 3 детей до 18 лет, если 3 ребенка, квартиры, это 15 квадратных метров дополнительный год, если 4, это уже 20, а если 5, это уже 25. Так же, как и жилые дома, то же самое, на каждого ребенка. У нас есть ролик, который расскажет о других подробностях для многодетных семей при получении льгот по имущественным налогам. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Дорогие взрослые, а вы знаете, что с 2019 года многодетным предоставляются дополнительные вычеты по налогу. На имущество и земельному налогу. Их могут получить родители, усыновители и опекуны, у которых трое и более несовершеннолетних детей. По налогу на имущество предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома. Например, если у вас трое детей и квартира площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете налога будет применен стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный вычет по 5 квадратных метров на каждого ребенка. В итоге вы будете платить налог 45 квадратных метров. По земельному налогу вычет для многодетных уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка. Например, если площадь вашего участка 10 соток и у вас трое или более детей, то после вычета 6 соток вы будете платить налог с 4 соток. А если площадь вашего участка не превышает 6 соток, то налог вовсе не нужно платить. Эти налоговые вычеты будут учитываться при расчете налогов за 2018 год и далее. Вычеты можно получить в отношении одного объекта каждого вида на комнату, квартиру, дом и земельный участок. Если каких-то объектов у вас два и более, то вычет будет предоставлен только на один. Например, если две квартиры, то на ту, у которой сумма налога выше. Вы можете воспользоваться этими вычетами, независимо от того, где зарегистрированы вы или ваши дети. Вычеты для многодетных семей не отменяют льготы, предусмотренные нормативными актами муниципалитетов. Заявить право на вычеты легко. Если вы уже обращались в налоговую инспекцию для предоставления налоговой льготы, например, по транспортному налогу, то повторно обращаться не нужно. Вычет будет применен автоматически. Но если в налоговом органе нет сведений о том, что у вас трое и более детей, то подайте заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию, многофункциональный центр или через личный кабинет налогоплательщика. Образец заявления имеется на сайте налог.ру и в любой налоговой инспекции. Все просто. Больше детей – меньше налогов. Недавно появилась, сравнительно недавно появилась такая категория, как предпенсионеры. Я попрошу вас сначала сказать, какой возраст или как определить, что ты уже попал в эту категорию, относишься к ней и на что ты можешь претендовать? Ну, предпенсионеры – это женщины, достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет. Вот сразу, извините, перебью, потому что есть различные льготы, те же северные, работа в каких-то условиях сложных и трудных. Они как будут рассчитывать? Это же не 55 лет, а раньше получается? Да, и это раньше, и для этой категории налогоплательщиков льгота носит заявительный характер, потому что мы не знаем, есть ли человек, ну, бывает так, что он вышел на пенсию гораздо раньше, в 45 лет. В 42 года, какой у нас военнослужащий, в 50 лет, ну, в зависимости от выслуги лет, соответственно, ему надо подать заявление в любой налоговый орган, который находится поблизости, или в МФЦ. А предпенсионеры, которые 55 и 60 с 1 января 2019 года, пользуются точно такими же льготами, как и пенсионеры. И хотелось бы обратить внимание, у нас существует такой порядок, как проактивное представление льгот. Что это такое? Налоговым кодексом предусмотрено, что пенсионный фонд представляет сведения о тех гражданах, которые достигли определенного возраста, в нашем случае это 55 и 60, то есть категория предпенсионеров, и мы уже на основании этих сведений в автоматическом режиме предоставляем льготу, то есть заявление представлять не надо. Также это относится и к пенсионерам, у которых право на льготу возникло начиная с 2018 года, то есть по этим уже этой категории уже представили сведения, мы уже рассчитывали налог, но бывает так, что или пенсионный фонд что-то не представил. Вот, ну мало ли всякое в жизни бывает, если налогоплательщик считает себя льготником, но при этом получив налогуведомление, он не видит суммы льготы, я считаю, что ему надо обратиться в налоговый орган. И еще раз, чтобы упорядочить все, заявительный и незаявительный, автоматический режим, как разграничить, как понять, где это вот четкая грань, когда ты заявляешь, а когда не заявляешь? Четкая грань такая. В том случае, если налогоплательщик получает пенсию, все сведения о пенсиях это или пенсионеры, или инвалиды, все это стекается в пенсионный фонд, в этом случае заявление представлять не надо. Сведения поступают. Если иная категория льготников, ну, может быть, это участники боевых действий, которые не совсем, я так понимаю, что есть информация о пенсионном фонде, им стоит обратить внимание на это и представить заявление. Узнать о ставках и льготах вы сможете, посмотрев следующий ролик у ФНС России по Самарской области, ну а потом мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин «Земельные налоги» или «Налоги на имущество организаций или физических лиц». Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. МФЦ – это такой помощник при оплате и при подаче заявок, заявительного вот этого характера. Вообще, когда стоит идти в МФЦ? С чем? И чем он может помочь вот в этой вот налоговой сфере при общении? Ну, МФЦ – это прежде всего они, налогоплательщики представляют в МФЦ заявление о предоставлении льготы, прикладывают документы, которые подтверждают право на льгот. Ну, в общем, МФЦ – это проводник между налогоплательщиком и налоговой службой. Если человеку просто удобнее так, ну, бывает так, что далеко находится налогоинспекция, МФЦ рядом. Соответственно, налогоплательщик идет в МФЦ и сдает все документы, которые необходимы. МФЦ пересылает нам, естественно, налоговая служба рассматривает в течение 30 дней это заявление и говорит о том, будет ли предоставлена льгота или не будет. Есть случаи, когда нужно обязательно идти в налоговую. Это в каких случаях? Когда вот не стоит идти в МФЦ, тратить время, обязательно? Ну, в том случае, если налогоплательщик не согласен с суммой исчисленного налога, я думаю, что целесообразнее обратиться все-таки в инспекцию. Потому что пока сведения передадут СМФЦ, в общем-то, пройдет достаточно большой период времени. И личный кабинет налогоплательщика тоже большой помощник. Да, совершенно верно. Я думаю, что количество, число пользователей этой услуги увеличивается. Да, с каждым годом растет и растет число пользователей. Сейчас на данный момент это порядка 600 тысяч, по-моему, на территории Самарской области. Опять же, через личный кабинет. Чем удобен личный кабинет? Во-первых, там можно посмотреть, какие объекты у тебя. Во-вторых, там достаточно просто посмотреть, как исчисляется налог. То есть достаточно просто нажать на кнопку и увидишь, как тебе рассчитали налог. Можно подать заявление, опять же, на предоставление льгот. В личном кабинете есть жизненные ситуации, которые, не обращаясь в налоговый орган, можно прочитать в личном кабинете и удовлетворить свое любопытство, может быть, даже так. Можно оплатить налоги в личном кабинете. То есть сам личный кабинет тоже модернизируется со временем? Появляются новые функции? Да, и опять же, у нас сейчас личный кабинет как на персональном компьютере, так же в мобильном телефоне. Ну, поскольку у нас, в общем-то, страна такая, которая очень интенсивно пользуется мобильной связью, я думаю, что для молодежи в первую очередь это актуально и удобно. Тем не менее, возникают проблемы с тем же личным кабинетом. Какого свойства эти проблемы и как их исправить? Что может быть, в чем затруднения? Ну, во-первых, налогоплательщики обращаются к тем, что нет объекта, который ему принадлежит в личном кабинете. Для того, чтобы задать вопрос инспекции, а почему, собственно говоря, нет того объекта, который мне принадлежит. Для этого, опять же, переходя по ссылкам, по жизненным ситуациям, можно в автоматическом режиме направить в инспекцию. Инспекция в течение 21 дня рассмотрит обращение. И в том случае, если что-то не так именно с объектом, она сообщит налогоплательщику или же дополнительно загрузит эти сведения. И еще одна проблема, когда люди забывают налогоплательщики-пользователи, свой пароль. Как исправить эту проблему, мы узнаем из следующего ролика, а потом продолжим. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц вся ваша персональная информация надежно защищена паролем. Но что делать, если вы его забыли? Его можно восстановить. Пройдите по ссылке «Забыли пароль» и введите свой ИНН, адрес электронной почты и кодовое слово, и нажмите «Восстановить пароль». Инструкция для восстановления пароля придет вам на почту. Но чтобы такой способ заработал, его надо настроить. Это желательно сделать сразу после того, как получите регистрационную карту для доступа в личный кабинет в налоговой инспекции. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Профиль» и введите адрес своей электронной почты. На этот адрес вам будет направлено письмо со ссылкой, перейдите по ней. Если вы все сделаете правильно, то рядом с вашей электронной почтой появится статус «Адрес подтвержден». Поставьте галочку «Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты» и придумайте кодовое слово. Теперь, если забудете пароль, его можно будет восстановить без посещения инспекции. Все очень просто. Справится даже школьник. Еще одно новшество, которое не так давно появилось, это единый налог на имущество. Что пользуется репопулярностью? Понятно ли эта схема? И что она вообще из себя представляет? Это единый авансовый платеж. Он у нас не только по имущественным налогам, он у нас еще и по НДФЛ. Чем удобен он? Зачастую у налогоплательщика бывает несколько объектов. И сумма налога получается достаточно большой. И ее надо платить сразу по сроку уплаты. В этом году у нас срок уплаты 1 декабря. Чем удобен авансовый платеж? Можно заплатить частями. Есть у человека возможность. Он положил определенную сумму денег. И при наступлении срока уплаты именно этот авансовый платеж, он будет уже зачислен в счет погашения именно исчисленных сумм налога. Это первое. Второе. Человек иногда уезжает в длительную командировку. То есть не всегда есть доступ к интернету. Но может быть, очень далеко за пределами даже Российской Федерации человек находится. Поэтому тоже, опять же, очень удобен авансовый платеж. Можно заплатить единую сумму налога за все три, если есть три налога, три объекта. И спокойно уезжать. То есть никакой задолженности потом, последующей процедурой взыскания уже не грозит человеку. Как еще налоговая служба идет навстречу налогоплательщикам? Что нового появляется? Может быть, работа в выходные дни? Дни открытых дверей? Как соединяется? Да, сейчас у нас дни открытых дверей будут проходить по НДФЛ. Надо будет посмотреть, я думаю, если кого-то это интересует, на сайте. У нас данная информация размещена. Плюс ко всему еще у нас, как всегда, это удлиненные рабочие дни. Поэтому все для налогоплательщиков. А как решается проблема? Вот вы сказали, для того, чтобы, если ты не согласен с суммой уплаты, то нужно идти в налоговую. Какой механизм решения? Нужно написать заявление? Да, конечно, надо обязательно в порядке написать заявление, изложить, почему вы не согласны с суммой налога. Если вдруг... Предоставлять какие-то документы придется или как? Нет, предоставлять никакие документы не надо, потому что налоговая служба сама запросит необходимую информацию в регистрирующих органах. То есть, это задача уже на налоговые органы? Да, совершенно верно. Какие еще проблемы возникают у пользователей различных услуг, у налогоплательщиков? И какой-то совет, как их решать? То есть, чаще всего к вам с чем обращаются? К несогласия с суммой? Чаще всего несогласия с суммой. Чаще всего обращаются и с тем, что несогласны с налоговой базой. В том случае, налоговая база, что для нас является налоговой базой? Налоговая база – это кадастровая стоимость объекта. Это в случае имущества и земля. И лошадиные силы – это транспортные средства. Хотелось бы сказать о том, что вся налоговая база, которая у нас есть, необходимая для исчисления налога, она поступает к нам от регистрирующих органов. Да, налогоплательщик может обратиться к нам. Да, налоговая служба запросит сведения для уточнения налоговой базы. Но, опять же, если эти сведения подтвердятся, то мы, к сожалению, налогоплательщику помочь не можем ничем. Просто хотела бы сказать, что в случае несогласия с налоговой базой надо обращаться все-таки в регистрирующие органы. И у нас остается буквально одна минута. То на нововведение, которое вы еще раз хотите обратить внимание, что нового появилось? Я еще раз хочу обратить внимание на то, что с 2021 года юридическим лицам мы исчисляем сами транспортный налог и земельный налог. Поэтому в обязательном порядке необходимо провести сверку с налоговыми органами, чтобы не было сюрпризов при получении сообщения о суммах исчисленного налога. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова